Знаете ли вы, что в США рыбалкой увлекается больше людей, чем баскетболом и даже американским футболом? А по всей стране расположены специальные пирсы для рыболовов. Об этом, кстати, смотрите мои отдельные выпуски из Майами и Калифорнии. Ссылочки вы найдете в описании. Видели ли вы специальные дорожные системы, которые помогают американским грузовикам избежать аварии? Что входит в удобство домов на колесах и почему они пользуются такой популярностью у американцев? Где брать рождественскую ель, если не в магазине? И вопрос, который волнует многих любителей американских фильмов и сериалов, почему американцы стирают в прачечных, а не дома? В любой стране есть что-то, чего нет других. Америка не исключение. Что есть в этой стране, что так упрощает жизнь местным жителям? Давайте-ка разбираться. Пирсы для рыбалки. Рыболовство в США не просто бизнес, а целая культура. Рыболовы даже должны принимать так называемый «этический кодекс рыболова-любителя» в США. Прочитав этот кодекс, вы бы увидели, что рыболовство в Америке не просто бизнес, приносящий пользу сразу нескольким аспектам. Экономике, охране природы и обществу. Например, там в кодексе есть и такая строчка. Отказываясь от старой или ненужной снасти типа лески или крючков, обязуюсь утилизировать их с другим мусором и никогда не оставлять на берегу или в воде. Штат Флорида – рай для рыболова. Его прибрежные воды богаты на морскую рыбу. Тропические, субтропические и северные виды рыб расстилаются на 2276 километров приливного флоридского берега. Так как рыбаков в местности много, специально отведенных для ловли рыб мест тоже становится все больше. Здесь популярно такое место, как Пирс Фишинг. В округе Сант-Люси пользуется популярностью Форт Пирс, где помимо рыболовства есть возможность заняться много чем еще. Разбить палатку, покататься на велосипедах на специальных дорожках. Здесь есть даже рыбный музей. Прибрежный город Форт Пирс – основной пункт рыбной ловли на восточном побережье Флориды. Благодаря доступу к заливу, через который Индийская река впадает в Атлантический океан, рыболовые во всем округе Сант-Люси могут ловить разнообразную морскую дичь. Во время летних месяцев здесь есть возможность поймать снука, форель, красную рыбу и бониту. На восточном побережье Флориды располагается Себастьян Инлет, где в воде водится морской окунь, испанская макрель и голубой тунец. Здесь же есть и оборудованные всем необходимым площадки для пикников, полнофункциональные кемпинги и причалы для лодок. В Сант-Эндрюс-стейт-парк на берегу Мексиканского залива и Большой лагуны рыбаков ожидают два причала. Здесь же на территории есть и магазины за всем необходимым для рыболовов. Еще одной американской особенностью является то, что в местах рыбной ловли рядом располагаются сразу же и ресторанчики, где выловленную вами рыбу могут сразу и приготовить. А если вы поймали больше, чем хотите съесть, то оставшуюся часть можете просто оставить там. Специальные съезды для фур – Runway Truck Ramp или Escape Lane или Emergency Escape Ramp – это полосы на трассах в горной местности в США. Из-за длинных спусков происходит достижение высоких скоростей движения, из-за чего тормоза грузовиков могут перегреться и выйти из строя. С помощью Runway Truck Ramp грузовики, у которых что-то вышло из-под контроля, останавливаются и таким образом предотвращают крупные аварии. Runway Truck Ramp представляет собой дорожное устройство, позволяющее транспортным средствам, испытывающим проблемы с торможением, безопасно останавливаться. Обычно это выглядит как длинная, засыпанная песком или гравием полоса, соединенная с крутым участком главной дороги с уклоном вниз и предназначенная для размещения больших грузовиков или автобусов. Рампа позволяет постепенно рассеивать кинетическую энергию движущегося транспортного средства контролируемым и относительно безвредным способом. Так как такие аварийные пандусы обычно расположены в горных районах, это приводит к высоким затратам на строительство. Один пандус может стоить 1 миллион долларов. Дома на колесах и трейлер парки Каждый из вас видел в американских фильмах дома на колесах или трейлеры. И может быть даже мечтал попутешествовать на таком. Однако такие дома используются и не только для путешествий, а для полноценного проживания. Изначально трейлеры приобретались теми людьми, чья жизнь постоянно требовала мобильности и подвижности. Еще в 30-е годы прошлого столетия популярность таких домов начинает возрастать. Стали появляться многочисленные компании, продающие мобильные дома по ценам, доступным каждой рабочей семье. Таким образом, спустя десяток лет мобильных домов стало слишком много. Их стали парковать где попало, что очень мешало местным жителям. Поэтому в 40-х годах уже и стали появляться первые трейлерные поселки. В общем, позже многие американцы приобретали так называемые трейлеры как недорогую форму жилья. Дома на колесах в Америке часто размещаются на территории арендованной земли, в специальных трейлерных парках. Обычно в плату входит не только аренда, но и все необходимое для проживания в комфортных условиях. Вода, канализация, электричество, газ. В США насчитывается, внимание, более 38 тысяч трейлерных парков. А проживает в них около 20 миллионов человек. В одном из своих видео о путешествии по Калифорнии я как раз показываю один из таких трейлерных парков. Ссылочку на видео оставлю в описании к данному ролику. А что вы в целом думаете о жизни в доме на колесах? Поделитесь своим мнением в комментариях. И хотели бы отправиться в путешествие в таком доме. Фермы с рождественскими елями. Рождественская ель это то, без чего не обходится ни одно Рождество в американской семье. Первое время для того, чтобы получить свою ель, семьи ходили в ближайший лес. Но сейчас на территории страны имеются целые елочные фермы, которые так и называются. Cut of your own Christmas tree farms. Они же Choose and Cut. Здесь фермеры цельноправленно сажают ели для того, чтобы через 7-8 лет за ними пришла американская семья. И создала с ее помощью уют в доме и рождественскую атмосферу. Унести с собой домой можно исключительно совершеннолетнее дерево. Ростом от 180 сантиметров и возрастом от 7 лет. 98% рождественских елей было посажено на таких фермах. Они есть во всех штатах Америки. В том числе на Аляске и на Гавайях. Фермы работают по одному принципу везде. Посетителю дается топор, чтобы самостоятельно срубить дерево. И веревку, с помощью которой дерево привязывается к машине. Нет, ну прям не совсем так к машине. Естественно, на таких фермах есть и работники, которые специально очистят вашу елочку. Потом в специальных оборудованиях упакуют и положат в пригнанный вами пикап. Кадры, кстати, про рождественские фермы взяты из ролика одного моего друга, проживающего в Нью-Йорке. А мы идем дальше. Прачечные. В Америке очень популярны прачечные или, как их называют, ландроматы или ландри. Первые прачечные общего пользования появились в США в разгар Великой депрессии, когда стиральные машины не были доступны простым американцам. Первая прачечная, основанная на самообслуживании, появилась в 1934 году в Техасе. Кстати, известный по криминальным фильмам мафиози Аль Капоне в свое время создал целую сеть прачечных, где и отмывал свои грязно заработанные деньги. Несмотря на то, что в наше время не составляет труда приобрести собственную стиральную машину, большинство американцев до сих пор предпочитают пользоваться услугами ландроматов. Говорят даже, что 98% жителей Америки попросят президента уйти в отставку, если тот вдруг решит запретить прачечные. На территории страны располагается около 35 тысяч прачечных самообслуживания, а доход от них составляет 5 миллиардов долларов в год. И абсолютно нормальная ситуация, если у какого-нибудь среднестатистического американца нельзя будет встретить стиральную машинку дома. Одна из банальных причин популярности стирки вне дома – элементарная экономия. Более того, многие арендодатели просто не дают разрешения на установку стиральной машине в доме, так как опасаются протечек и замыканий. Но люди давно привыкли стирать свои вещи в прачечных, тем более, многие из них располагаются прямо в здании жилых домов или общежитий, и не приходится никуда далеко идти. Есть такие ландроматы рядом с торговыми центрами, и можно постираться, пока ходишь по магазинам. Обходится такая стирка в среднем от полутора до четырех долларов. Помимо стирки, ландроматы также оказывают услуги сушки и глажки. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк. И, конечно, подписывайтесь, если еще не сделали этого, чтобы мы увидели с вами в наших новых роликах про путешествия. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!